Берни Сандерса спросили, ибо он разжигатель войны, он фальшивый и уж точно не левак, он орудий империи и военно-промышленного комплекса, и это неопровержимые факты. И вот Берни Сандерса спросили про поддержку украинского конфликта, и он притворился идиотом. Я дурак, я ничего не знаю, давайте посмотрим. Должна ли Америка отправить F-16? Ну, я не особо знаком с этой темой, но я... Я вообще не в курсе, я всего лишь сенатор, я один из 50 могущественнейших людей планеты, и что я могу об этом знать, дружище? Зачем ты вообще меня спрашиваешь? Вот балабол. Ну, я не особо знаком с темой, Курт, я просто буду говорить по методичке, чтобы ЦРУ не показало те фото моей жене. Я не особо знаком с этой темой. Должна ли Америка отправить F-16? Ну, я не особо знаком с этой темой, но я... А с какой темой ты, Берни, знаком, и каковы результаты? Как насчёт МРОД в 15 долларов? Нет. Как насчёт медстраховки для всех? Нет. Что насчёт закончить войну? Нет. Прожиточный минимум? Нет. Что по бездомным? Нет. Что насчёт 100 миллиардов долларов в самой коррумпированной стране в Европе? Бум! Финансирование нацистов? Бум! Это ты можешь, а то нет. Так что, где твои достижения? Я хочу знать, чем именно ты занят и в чём наседаешь на Байдена. Ни-и-и-и-в чём. Вообще. Вы все кучка чёртовых актёров. И его команда постит все эти порожниковые твиты. Су**. Вам всем должно быть стыдно. Всем в его команде. Вам должно быть стыдно. Должна ли Америка отправить F-16? Ну, я не особо знаком с этой темой, но я поддерживаю действия президента. Я считаю возмутительным то, что сделал Путин. И дело не только в народе Украины и в разрушениях. Не только в тысячах, десятках тысяч погибших российских солдат. Нам нужен мир, который, если мы говорим об изменении климата, о будущих пандемий... Итак, он... он знает достаточно, чтобы ввести вас в заблуждение по Украине. Разве это невосхитительно? Он не особо в курсе, но знает методичку ЦРУ и знает, с чего начать рассказывать. Он не начинает с 2014 года, когда ЦРУ объединилась с нацистами, чтобы свергнуть демократически избранное правительство Украины. Он не начинает с планов по Северному потоку еще до... Он начинает с путинского вторжения. Он не начинает с 8 лет бомбардировок Донбасса, где было убито 16 тысяч русскоговорящих украинцев. Он не начинает с минских соглашений, которые не исполнялись украинцами. Ничего из этого. Он начинает с вторжения Путина, и все. Почему? Потому что Берни Сандерс обожает империи. И если вы считаете себя левым так, как его поддерживаете, то вы не в себе. И вы поддерживаете зло, так как то, что он делает сейчас, это дает злу свершиться. И он сам творит зло, он за него голосует, он не противостоит всему этому. Дайте немного отмотаю. И что же нам теперь делать, Берни? Нам нужно объединиться, нужно объединиться. Десятки тысяч погибших российских солдат. Нам нужен мир. Если мы говорим об изменении климата, говорим о будущих пандемиях, нам нужен объединенный мир. А Путин существенно бьет по этому, и вот это настоящая беда. Да, это уже есть, миру нужно объединиться, ну да, тип как демпартии и СМИ объединенно нас***ли мне в рот, тип того. Еще, это Путин, это Путин рушит миропорядок. Мы на данный момент оккупируем треть Сирии. И что же это за треть, Берни? Та, что с нефтью. Ну вот, миропорядок. Да. Нам можно все, а вам нельзя ничего, а что нам нравится. Господи, собственно. Он звучит как робот. Нам нужно объединиться, что-то там климат, что-то еще. Да, что-то... Как будто ему дали список. А то, что мне вообще говорить, я и так смотрюсь не очень. Нам нужно объединиться для... Ставьте нужное слово. Я и моя супруга потратили время и деньги на этого человека, и вот что мы получили в ответ? Мерзость. Ну, я полагаю, не так мерзко, как то, чем его шантажируют. Ну да, это уже не уровень взятки. Так, на 180. Да. Там уже походу шантаж. Да. Дэнни Хейфок пишет. Берни Сандер сказал, что по Украине поддерживает НАТО и Байдена. Мэрион Вильмсон сказала, что была против Байдена по выходу из Афганистана, так как США должны помогать женщинам. Зачем вообще на консерваторы, когда есть такие левые политики? Она правда так сказала? Да. Ух ты, я этого не знал. Ух ты. Джо Байден, Линдси Грэм, Берни Сандерс, Митч Макконнелл, Нэнси Пелоси и ОСИ согласны, что потратить 100 миллиардов на Украину и на производителя оружия было верным решением. Поэтому перестаньте голосовать за республиканцев и демократов, им плевать на вас, и обе партии продались с потрохами. Эй, а помните, как Россия пыталась раскрутить Берни Сандерса? Помните, как об этом писал МПР? Если вы думаете, что они бы не сделали такое с Берни, то посмотрите, что они сделали с Трампом. 6 января, Раши Гейт, они с ним сделали то же самое. Они сделают то же самое, они ведь уже делали, пока не свалили его. И знаете, разве это не смешно? Ого, русские раскручивали Берни Сандерса, и вот как он им отплатил. Да уж, это точно мгновение. Но он знает, что творится на Украине, так как еще перед началом войны он знал. Нам стоило бы прислушаться к Берни Сандерсу по поводу Украины. В начале февраля Берни Сандерс был за привлечение США к мирным переговорам, чтобы остановить столь разрушительный конфликт на Украине. Нам стоило бы... Тогда он был в курсе. Я думаю, мы... А теперь он лжет. Мы и были вовлечены, но только чтобы пресечь их. А потом он протрезвел и заявил, что прогрессивисты неправы по поводу Украины, имея в виду, что они неправы. Они неправы, ратуя за мир. Разве наша огромная и мерзкая империя не ответственна за такое количество выбросов, что уже и бумажные соломки не было? Да, всё так. Это наша военка, Берни, и ты проголосовал за ещё 100 миллиардов долларов ей. Она самый большой генератор климатических... Разве они не взорвали трубопровод, выбросив фуйму природного газа в чёртов океан? Субтитры создавал DimaTorzok